Стоял знойный летний день, и маленький Джоди, истомившись от жары, оглядывал ранчо. Чем бы заняться? Он уже побывал в конюшне, пошвырял камни в ласточкины гнезда под свесами крыши, пока из каждого такого куличика не посыпалась подстилка соломы и грязные перья. В доме он зарядил крысоловку куском прогорклого сыра и поставил туда, где в нее обязательно сунется бой. Беззлобная здоровенная псина. Не то чтобы в Джоди вдруг проснулся злодей, просто он уже не знал, как спастись от жары до скуки. Бой и вправду сунул свой глупый нос в крысоловку, здорово его прищемил и, взвыв от боли, захромал прочь сокровавленными ноздрями. Чуть что бой сразу начинал хромать. Уж такой был пес. Когда-то в молодости он попал в капкан для койотов и с тех пор хромал, даже если его просто бронили. Когда бой заскулил, мать Джоди крикнула из дому Джоди, перестань мучить пса, займись чем-нибудь. Джоди стало стыдно и он запустил в боя камнем. Потом взял с крыльца рогатку и пошел к живой изгороди. Вдруг удастся подстрелить птицу. Рогатка была что надо, резинка плотная, из магазина, но Джоди, хоть и стрелял по птицам частенько, ни разу ни в одну не попал. Он прошел через огород, вздымая пыль босыми пальцами ног. По пути ему попался отличный камень для рогатки, круглый, чуть уплощенный и в меру тяжелый. Полетит как пуля. Зарядив оружие, положив камень на кожаную заплатку, чтобы была вшита в резинку, Джоди пошел к живой изгороди. Глаза его сузились, язык напряженно облизывал губы. Впервые за день Джоди на чем-то сосредоточился. В тени полы не трудились пташки, шебуршали среди листвы, такие неугомонные, отлетят на несколько футов и назад. Снова давай шебуршать. Оттянув резинку, Джоди стал осторожно подкрадываться. Один маленький дрозд застыл на месте. Посмотрел на Джоди и нахохлился, готовый взлететь. Джоди бочком, мелкими шажками подбирался ближе. Когда до дрозда осталось футов двадцать, он, стараясь не делать резких движений, поднял рогатку и прицелился. Камень со свистом рассек воздух. Дрозд встрепенулся, взлетел, и снаряд настиг его. Птичка с разбитой головой упала на землю. Джоди подбежал и поднял ее. Попалась, пробормотал он. Мертвая птичка как-то съежилась, стала меньше. От стыда за содеянное у Джоди кольнуло в желудке. Он достал перочинный ножик и отрезал птичке голову. Потом выпотрошил ее. Отрезал крылья. И, наконец, выбросил все в кусты. Его не мучила совесть из-за птички. Ее жизни смущало другое. Он знал, что бы сказали взрослые. Увить они, как он убивает птицу. А их мнением о себе он дорожил. Лучше быстрее забыть эту историю и никогда о ней не вспоминать. В предгорьях в это время года стояла сушь, и трава пожелтела, но возле круглого корыта, в которое по трубе стекала ключевая вода, трава была ярко-зеленая, сочная, густая и влажная. Вода переливалась через край. Джоди попил из мшистого корыта, смыл холодной водой птичью кровь с рук, потом лег в траву на спину и стал разглядывать пухлые лепешки летних облаков. Он закрыл один глаз, и перспектива сразу исказилась. Облака так надвинулись на него, что их можно было погладить. Он помог слабенькому ветерку подтолкнуть их по небу. Кажется, с его помощью они поплыли быстрее. Одно вздутое белое облако он помог отогнать до самых гор. Прижал его как следует, и оно исчезло за вершинами. Интересно, что ему там открылось? Джоди сел, чтобы лучше видеть большие горы, ту их часть, где они наслаиваются одна на другую, темнеют, наливаются неведомые силы и кончаются за одним ребристым кряжем высоко на западе. Загадочные, таинственные горы, ведь он почти ничего о них не знает. А что на той стороне, как-то спросил он отца. — Тоже горы, наверное, а что? — А за теми горами? — Тоже горы, а что? — Только горы? Горы и больше ничего? — Ну, почему? В конце концов доберешься до океана. — А в самих-то горах что? — Утесы да заросли, скалы да суш. — Ты там бывал? — Нет. — А кто-нибудь? — Ну, кое-кто, наверное, бывал. Опасно там, утесы и все такое. Да что, я где-то читал в горах графства Монтеррей неисследованных краев больше, чем во всех Соединенных Штатах. Казалось, отец этим гордился. — А потом океан? — Потом океан. — А между горами и океаном, — настаивал мальчик, — никто не знает? — Ну, кое-кто, наверное, знает, только ведь разжиться там нечем. Даже воды кот наплакал. Одни скалы, утесы да непролазные чащи. А что? — Сходить бы туда. — Зачем? Там ничего нет. Но Джоди знал, что-то все же есть, что-то чудесное, раз об этом не знает никто, что-то таинственное, неведомое. Джоди верил в это всей душой. Однажды он спросил у мамы, а что там в больших горах, знаешь? Она посмотрела на него, перевела взгляд на ощерившийся горный хребет и сказала, наверное, только медведь. — Какой медведь? — Который пошел в горы на природу посмотреть. Спрашивал Джоди и Билли Бака, что работал у них на ферме. Может, в горах затерялись какие-то древние города? Но Билли был того же мнения, что и отец, вряд ли, — сказал он. — Ведь есть там нечего. Раздолье разве что для камнеедов. Никаких других сведений о горах у Джоди не было, и от того, что он их не понимал, они были ему дороги, внушали благоговейный страх. Он часто думал о горных кряжах, что тянутся миля за милей, а потом море. Утром вершины гора зарялись розовым светом и будто приглашали его, иди к нам. А вечером, когда солнце скрывалось за неровной кромкой, и горы багровели, будто с отчаяния, Джоди их боялся. Они становились какими-то безликими, отчужденными. В самой их невозмутимости таилась угроза. Джоди повернулся к востоку, там тоже были горы. Габеланы, и эти горы были веселые. В складках холмов гнездились ранчо, на гребнях росли сосны. Там жили люди, в свое время на склонах этих холмов шли бои с мексиканцами. На мгновение он оглянулся на великие горы и даже поежился. Вот это разница! Лощина у основания холма, в которой лежала их ранчо, освещалась солнцем, радовала глаз. Дом сиял белизной, а от коричневой конюшни исходило тепло. На дальнем холме, потихоньку передвигаясь к северу, паслись рыжие коровы. Вписывался в общую картину и радовал глаз даже темный кипарис возле барака. В пыли, словно танцуя быстрый вальс, копошились цыплята. Внимание Джоди привлекла движущаяся фигура. По дороге из Алинаса медленно шел человек, он спускался к их дому. Джоди поднялся и тоже зашагал вниз, в сторону дома. Если кто-то идет к ним, как же такое пропустить? Когда мальчик был уже на месте, человек, худощавый, спину держит прямо, прошел лишь полпути. Джоди понял, что он не молод только по одному признаку, уж слишком отрывисто ударяли землю его каблуки. Он подошел ближе, и Джоди разглядел синие джинсы, куртку из такого же материала, на ногах грубые тяжелые башмаки, на голове подтертая широкополая шляпа с плоскими полями. За плечами джутовый мешок, набитый до отказа, что-то из него выпирало. Еще два десятка тяжелых шагов, и можно рассмотреть лицо. Оно было темным, как кусок вяленого мяса. Усы, голубовато-белые, на фоне темной кожи нависали над ортом. Волосы, они виднелись на шее, тоже были белые. Кожа давно усохла и обтянула череп, да так, что выступали скулы. Плоти не было, и нос с подбородком казались острыми и хрупкими. Глубоко посаженные глаза, большие и темные, их прикрывали туго натянутые веки. Радужные оболочки и зрачки слились в черный цвет, глазные же яблоки были коричневыми, на лице ни единой морщины. Голубая джинсовая куртка на старике была застегнута на медные пуговицы доверху, как у всех, кто носит куртку на голое тело. Из рукавов торчали сильные костистые руки, шишковатые в переплетении вен, крепкие, как ветки персикового дерева. Ногти плоские, широкие и блестящие. Приблизившись к воротам, старик сбросил на землю мешок и тут увидел Джоди. Губы его чуть шевельнулись, и сквозь них просочился мягкий, неопределенный звук. — Ты здесь живешь? Джоди смутился. Он обернулся и посмотрел на дом, потом бросил взгляд в сторону коровника, где были отец и билибак. — Да, — ответил он, не дождавшись помощи ни с той, ни с другой стороны. — Я вернулся, — объявил старик. — Меня зовут Гитано. — И я вернулся. Джоди понял, что это для него чересчур серьезно. Он, стремглав, кинулся домой за помощью, громко хлопнул дверью с металлической сеткой. Мама была на кухне. Прикусив нижнюю губу, она сосредоточенно протыкала шпилькой забитое отверстие дуршлага. — Там старик, — взволнованно крикнул Джоди. — Старый пайсан, и говорит, что он вернулся. Мама положила дуршлаг и постучала шпилькой о раковину. — Ну, что еще случилось? — терпеливо спросила она. — Там старик, выйди. — И что он хочет? Она развязала тесемки передника, пригладила пальцами волосы. — Не знаю, он пришел, и все. Расправив складки на платье, мама вышла из дому. Джоди за ней. Гитано стоял на том же месте. — Да, — спросила миссис Тифлин. Гитано снял потрепанную черную шляпу и, держа ее перед собой обеими руками, повторил. — Меня зовут Гитано, и я вернулся. — Вернулся? Куда? Всем распрямленным телом Гитано чуть склонился вперед. Правая его рука описала круг, холмы, поля на склонах, горы, и снова застыла на шляпе, на ранчо. Я здесь родился, и мой отец тоже. — Здесь, — удивилась она, — этот дом не такой старый. — Нет, — там, — ответил он, указывая на западный хребет, на той стороне. Того дома теперь нет. Наконец она поняла. — В старой глинобитной хижине, которую почти все смыло? — Да, сеньора, на ранчо никого не осталось. Подмазать хижину известью было некому, вот ее и смыло дождями. Мать Джоди немного помолчала. В голове мелькнули непривычные мысли о том, что без родного дома должно быть очень тоскливо, но она их быстро отогнала. — И что вы теперь хотите, гетану? — Я останусь здесь, — сказал он негромко, — пока не умру. — Но работников нам не требуется. — Работать, как прежде, я уже не могу, сеньора. Подоить корову, накормить цыплят, нарубить дровишек — это да и только. Я останусь здесь, — он показал належавший рядом мешок. — Вот мои пожитки. Мать повернулась к Джоди. — Беги в коровник и позовяться. Джоди как ветром сдуло, и скоро он привел Карла Тифлина и Билли Бака. Старик стоял на прежнем месте, только теперь он отдыхал все его тело, как бы осев пребывало в состоянии безмятежного покоя. — В чем дело? — спросил Карл Тифлин. — Из-за чего Джоди такой шум поднял? — Миссис Тифлин кивнула на старика. Он хочет у нас остаться. — Кое в чем помогать по хозяйству и остаться здесь. — Мы его взять не можем. Нам люди не нужны, да и стар он слишком. Все, что надо, делает Билли. Они говорили о Гитану, будто его и в природе не было, и вдруг до обоих это дошло. Они посмотрели на старика и смутились. Тот откашлялся. — Слишком стар я, чтобы работать. Это верно. Я пришел туда, где родился. — Ты родился не здесь, — возразил Карл. — Не здесь. В глинобитной хижине за холмом раньше. До вас. Все это было одно ранчо. — В доме из глины, который весь рассыпался? — Да. И я там родился, и мой отец. Я останусь здесь, на ранчо. — Говорю тебе, не останешься, — рассердился Карл. — Такая мне польза от старика. Ферма у меня, не бог весть, какая большая. Кормить старика, да оплачивать счета доктору — это мне не по карману. Должны же у тебя быть родственники, друзья. К ним и иди, а то пришел к чужим людям, будто нищий. Я здесь родился. Терпеливо и неколебимо сказал Гитану. Карл Тифлин не любил быть жестоким, но тот понял, без этого не обойтись. — Сегодня можешь у нас поесть, — распорядился он. — Поспишь в старом сарае, наутро покормим тебя с завтраком, а дальше иди своей дорогой к друзьям, а умирать у жужих людей — это не дело. Гитану напялил черную шляпу, он наклонился за мешком. — Это мои пожитки, — объяснил он. Карл отвернулся. — Пошли, Билли, надо доделать дела в коровнике. Джоди, отведи его в сарай, в комнатку. — Отец и Билли пошли к коровнику. Миссис Тифлин вернулась в дом, бросив через плечо. — Сейчас дам одеяло. Гитану вопросительно посмотрел на Джоди. — Идите за мной, — сказал мальчик. В комнатке стояла койка с трухлявым матрацем, кресло-качалка без спинки до ящика из-под яблок, а в нем фонарь из жести. Гитану осторожно опустил мешок на пол и сел на кровать. Джоди маялся у двери, не зная, уходить или нет, наконец спросил, — Вы спустились с больших гор? — Гитану медленно покачал головой. — Нет, я работал в долине Солинос. Прежние мысли все не оставляли, Джоди. А в тех больших горах вы когда-нибудь бывали? Темные, многоповидавшие глаза старика застыли, повернули свой свет внутрь. В голове Гитану чередой пошли прожитые годы. Один раз, когда был мальчонка, отец брал меня с собой. — В самые горы? — Да. — И что вы там видели? Встрепенулся Джоди. — Людей? Лошадей? — Нет. — А что? Что там было? Гитану все думал о своем, он силился вспомнить. У бровей появились едва заметные морщинки. — Ну, что вы там видели? — повторил Джоди. — Не знаю, — сказал Гитану. — Не помню. — Там было жутко? Кругом сушь? — Не помню. От возбуждения Джоди совсем осмелел. — Ну, хоть что-нибудь вы должны помнить. Гитану хотел что-то сказать, приоткрыл рот, подобрал нужные слова. — Кажется, там было тихо и красиво. Глаза Гитану словно что-то увидели в прошедших годах. Они потеплели, в них раскользнула улыбка. — А потом вы в горы больше не ходили? — Выпытывал Джо. — Нет. И никогда не хотелось. Но на лице Гитана уже появилось раздражение. — Нет, — ответил он. И по его тону Джоди понял, говорить об этом старик больше не желает. Мальчик стоял, словно зачарован, и уходить не хотелось. К нему вернулась привычная робость. — Давайте сходим в коровник и посмотрим скотину, — предложил он. Гитана поднялся, надел шляпу и собрался идти за Джоди. Уже почти стемнело. Они остановились возле желоба для воды, куда на вечерний водопой сбредались с горных лугов лошади. Большими узловатыми руками Гитана оперся верхнюю перекладину забора. Пять лошадей спустились к желобу, напились в волю и отошли в сторонку. Принялись пощипывать сухие травинки, тереться боками околья забора, отполированные до блеска. Прошло какое-то время, и из-за холма, тяжело ковыляя, появилась старая коняга. Зубы у нее были желтые, длинные. Копыта плоские и заостренные, будто лопаты. Ребра и таз выпирали из-под кожи. Через силу, дохромав до желоба, она стала пить воду, громко причмокивая. «Это старина Истер», — объяснил Джоди, — «самый первый конь моего отца. Ему тридцать лет». Он взглянул в старые глаза Гитану, ожидая какого-нибудь ответа. «Уже не тянет», — сказал Гитану. Из коровника вышли отец Джоди и Билли Бак и направились к ним. «Слишком стар, чтоб работать», — повторил Гитану. «Только ест. Скоро смерть его приберет». Карл Тифлин услышал последние слова. Он был зол на себя, что так жестоко обошелся со старым Гитану, и жестокость опять полезла из него. «Давно бы пора пристрелить, — Истера заговорил он. Избавили бы его от боли, от ревматизма». Он искоса посмотрел на Гитана, уловил ли тот параллель, но большие костистые руки не шевельнулись, глаза недвижно смотрели на лошадь. «К старичью надо быть милосердным. Избавлять от страданий», — продолжал отец Джоди. «Один выстрел, сильный шум, одна сильная боль, скажем, в голове, и все. Это лучше, чем вечная ломота в костях и гнилые зубы». «Старики имеют право отдохнуть», — вмешался Билли Баг. «Шутка ли? Проработали всю жизнь. Может, они не против еще поболтаться на этом свете?» Карл внимательно вглядывался в исхудавшую лошадь. «Ты не представляешь, каков был Истер в старые времена», — сказал он с теплыми нотками в голосе. «Вскинутая шея, точеная грудь, изящный круп, барьер из пяти перекладин брал почти с места. Я на нем выиграл заезд, когда мне было всего пятнадцать. Пару сотен всегда мог на нем заработать. Не представляешь, каков был красавец!» Он оборвал себя, потому что презирал мягкотелось. «Но сейчас его надо пристрелить», — заключил он. «Он имеет право отдохнуть», — стоял на своем билибак. Отцу Джуди пришла в голову забавная мысль. Он повернулся к Гитано. «Если бы в предгорьях росла яичница с ветчиной», — сказал он, — «я бы тебя взял, пасись на здоровье, но чтобы ты пасся в моей кухне, это мне не по карману». И засмеявшись, он вместе с билибаком пошел к дому. «Расти в предгорьях яичница с ветчиной», — добавил он, — «мы бы и сами подкормились». Джуди знал. Это отец ищет, как бы сделать Гитано побольней. Он и Джуди часто бил по больному месту. Всегда знал, как ужалить, как растравить душу. Это он так только говорит, — пояснил Джуди. Не в жизни он Истера не застрелит. Он его любит, ведь Истер — его самая первая лошадь. Объект 22 Солнце укатилось за высокие горы, стоявшие незыблемой стеной, и на ранчо все притихло. В вечернюю пору Гитано, похоже, почувствовал себя уютнее. Он издал губами чудной резкий звук и протянул руку за забор. Старый Истер подковылял назов, и Гитано почесал под гривой тощую шею. — Он вам нравится? — негромко спросил Джуди. — Да, только ни черта уже не тянет. В доме зазвонили в железный треугольник. «Ужин!» — воскликнул Джуди. — Пошли ужинать. По дороге к дому Джуди снова заметил. Держится Гитано примехонько, совсем как юноша. Старика в нем выдавали лишь судорожные движения до шарканья каблуков. В нижние ветви кипариса возле сарая залетела стая грузных индеек. Лоснящийся от жира домашний кот прошествовал по дороге с крысой в зубах, такой здоровенный, что хвост ее волочился по земле. Где-то в предгорьях перекликались куропатки, напоминая журчание родника. Джуди и Гитано подошли к задним ступенькам, и через дверь с металлической сеткой на них посмотрела миссис Тифлин, «Бегом, Джуди, проходите, Гитано, будем ужинать». Карл и Билли Бак уже ели за покрытым клеенкой и длинным столом. Джуди скользнул на свой стул, даже не сдвинув его с места. Гитано же продолжал стоять и мять в руках шляпу, пока Карл не поднял голову и не сказал «Садись, садись! Перед дальней дорогой набить брюхо не мешает!» Карл боялся, что сжалится над стариком и позволит ему остаться, потому и был все время на чеку, нюни распускать нечего. Гитано положил шляпу на пол и робко сел за стол, брать ничего не стал, Карл протянул ему тарелку. «Вот, накладывай». Гитано ел очень медленно, отрезая крошечные кусочки мяса и сгребая пюре в маленькие кучки. У Карла Тифлина, однако же, душа была не на месте. «А что в этих краях? У тебя никаких родственников?» спросил он. «У меня зять в Монтерее», — ответил Гитано не без гордости, «и двоюродные там есть». «Но так поезжай туда и живи с ними». «Я родился здесь», — возразил Гитано с мягким упреком. Из кухни вышла мать, в большой миске она несла запеканку из тапиоке. «Я тебе говорил с ухмылкой», — обратился к ней Карл, «что я ему сказал?» «Что я бы его взял расти в предгорьях яичница с ветчиной, пусть пасется на здоровье». Как старина Истр. Гитано сидел, не поднимая глаз от тарелки. «Жаль, что он не может остаться», — сказала миссис Тифлин. «Давай не будем», — сердито прервал ее Карл. После еды Карл, Биллибак и Джоди перебрались в гостиную немного посидеть. Гитано же, без всяких «до свидания» или «спасибо» сразу вышел из дому через кухонную дверь. Джоди украдкой поглядывал на отца. Знал, отец сам себя стыдится. «В наших краях полно этих старых пайсану», — сказал Карл Биллибаку. «Да, ведь они двужильные», — заступился за них Билли. «Белым в жизни до таких годов не проработать. Видел я одного, самому сто пять лет, так он еще верхом ездит. А иди-ка среди белых такого старика, как Гитано, чтобы протопал пешком двадцать или тридцать миль». «Что им из носа нет, это факт», — согласился Карл, — «и ты, значит, хочешь за него слово замолвить?» «Пойми, Билли», — начал объяснять он, — «я и без лишних ртов едва держусь на плаву. Того и гляди, приберет наш ранчо итальянский банк. Ты же знаешь это, Билли?» «Ясное дело, знаю», — сказал Билли. «Будь ты богатый, какие разговоры». «Тот-то и оно, тот-то и оно. А ведь у него и родственники есть, зяти и двоюродные, прямо в Монтерея, пусть к ним и идет, а при чем здесь я?» Джоди тихонько сидел и слушал, а в ушах стоял негромкий голос Гитано и его неопровержимое «но я здесь родился». Было в Гитано что-то таинственное, как в самих горах. Горные хребты тянулись далеко, сколько хватало глаз, но за самым последним взмывшим к небу хребтом скрывалась огромная неведомая страна. Так и Гитано. Он был стариком, пока ты не вглядывался в его подслеповатые темные глаза. В их глубине таилось что-то неведомое. Говорил он слишком мало. Не догадаешься, что там у него внутри. Джоди так и тянула к сараю. Пока отец говорил, он соскользнул со стула и бесшумно вышел из дому. Тьма была непроглядна, и далекие звуки горда носились четко и ясно. Из-за холма слышалось позвякивание колокольчиков. Это ехала по проселочной дороге бригада лесорубов. Джоди осторожно пробирался по темному двору. В окне комнатки в сарае горел свет. Ночь всегда несла с собой тайну, поэтому Джоди тихонько подошел к окну и заглянул внутрь. Гитано сидел в кресле-качалке, спиной к окну. Правой рукой он делал перед собой какие-то плавные движения. Джоди толкнул дверь и вошел. Гитано резко выпрямился и, схватив кусок оленьей кожи, попытался прикрыть им что-то у себя на коленях, но кожа соскользнула на пол. Джоди, пораженный, смотрел на руки Гитано. В них была изящная и тонкая рапира с золотистым эфесом в форме корзинки. Острие выходило из него пронзительным темным лучиком. На эфесе виднелись прорези и тонкая резьба. — Что это? — спросил Джоди. Гитано лишь обиженно взглянул на него, подобрал упавший лоскут оленьей кожи и решительно завернул в него прекрасное острие. — Можно посмотреть? — Джоди протянул руку. В глазах Гитано полыхнули сердитые огоньки, и он покачал головой. — Где вы ее взяли? Откуда она? На сей раз Гитано посмотрел на него внимательно, словно в размышлении досталось от отца. — А ему? Ему от кого? Гитано перевел взгляд на длинный сверток из оленьей шкуры. — Не знаю. — Он никогда не говорил? — Нет. — И что вы с ней делаете? Гитано слегка удивился. — Ничего, просто храню. — Может, все-таки покажете? Старик медленно развернул острие, на секунду позволил свету лампы скользнуть по нему, потом снова завернул. — Теперь иди. Я хочу спать. Он задул лампу, не успел Джоди выйти за дверь. Джоди шел назад к дому, ясно, как никогда в жизни понимая одно. Он никому не должен говорить про рапиру. Сказать кому-то про нее немыслимо. Хрупкий домик правды сразу рухнет. Если такой правдой поделиться, она погибнет. Посреди темного двора Джоди встретил Билли Бака. — Тебя там уже хватились, — сказал Билли. Джоди проскользнул в гостиную, и отец повернулся к нему. — Где тебя носит? Ходил смотреть, не попалась ли крыса в мою новую красоловку. — Иди спать, — велел отец. К завтраку Джоди вышел первым. Потом появился отец, потом и Билли Бак. Из кухни выглянула миссис Тифлин. — А где старик Билли? — спросила она. — Наверное, пошел прогуляться, — ответил Билли. Я заглянул в его комнатку, там пусто. — Может, с утра двинулся в Монтеррей? — предположил Карл. — Дорога дальняя? — Нет, — возразил Билли, — его мешок на месте. Позавтракав, Джоди пошел к сараю. В солнечном свете мелькали мухи. Казалось, в это утро на ранчо особенно тихо. Убедившись, что никто за ним не смотрит, Джоди вошел в комнатку и заглянул в мешок Гитано. Запасная пара длинного хлопкового белья, запасная пара джинсов, три пары изношенных носков, больше в мешке ничего не было. У Джоди защемилось сердце, будто у него что-то отняли. Он побрел назад к дому. Отец стоял на крылечке и разговаривал с миссис Тифлин. — Похоже, старина Истер все-таки откинул копыта, — сказал он. На водопоезд с другими лошадьми не пришел. Ближе к полудню от ранчо на горе прискакал Джесс Тейлор. — Карл, неужто ты сбыл с рук это старье, эту седую падаль? — Нет, с чего ты взял? — С того, — сказал Джесс. — Выехал я сегодня с утра пораньше, и что вижу? Смех да и только. Вижу старика на старой лошади без седла, вместо уздечки кусок веревки, и едет не по дороге, а напрямки через кустарник. А в руках, похоже, винтовка. Во всяком случае, что-то блестящее. — Это старый гитано, — пояснил Карл Тифлин. Сейчас посмотрю, все ли ружья на месте. На секунду он заглянул в дом. — Нет, все тут как тут. — В какую сторону он ехал, Джесс? — Да в этом-то и весь смех. В сторону гор, вот в какую. Карл засмеялся. — Горбатого могила исправить, — сказал он. — Надо думать. Он просто украл старину Истера. — А скачешь за ним, Карл? — Господь с тобой, мне же лучше, закапывать это стырье не придется. Но интересно, где он взял винтовку, и что он позабыл в горах? Джоди прошел через огород и выбрался к живой изгороди. Пристально вгляделся в гигантские горы. Хребет, за ним другой, третий, и так до самого океана. На миг ему показалось, что он видит черную точку, медленно ползущую по склону дальнего хребта. Джоди стоял и думал о Рапире, о Гитано, о великих горах. Какое-то смутное желание всколыхнулось в нем, такое сильное, что к горлу подкатил ком. Он лег в зеленую траву возле круглого корыта недалеко от живой изгороди. Прикрыл скрещенными руками глаза и лежал так долго-долго, полный тягостной необъяснимой горечи. Прикрыл скрещенными руками. Это Джон Стейнбек, Джон Эрнст Стейнбек, американский писатель. Сложно сказать, какой его роман самый известный или самый популярный. Здесь и грозня гнева, и к востоку от рая, и зима тревоги нашей. Джон Стейнбек, лауреат Пулитцеровской премии 1940 года и Нобелевской премии по литературе 1962 года. Рассказ из сборника «Рыжий пони». Джон Стейнбек, «Великие горы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Объект 22 Редактор субтитров А.Кулакова